Тук-тук Лид Клуб Лид Клуб Лид Клуб Лид Клуб Лид Клуб Думаешь, это плохая идея? Нет, ну, не то чтобы, но... Идея-то неплохая, конечно, но я на это не подписывалась, знаешь ли. Я ни за что не стану выступать перед кучей народа. Я... я... согласна с Нацуки. Я бы никогда в жизни не смогла сделать такое. Представив себе это, Юрия яростно замотала головой. Девчата... Оставься, Юрия. Я понимаю их реакцию. Не забывай, что кроме этих двух дней Юрия с Нацуки никогда ни с кем не делились своими стихами. Я прошу слишком много, ведь им придется читать свои стихи вслух, бить большой аудиторией. Я почему-то упустил этот момент. Простите меня. Однако, я все еще считаю, что мы обязаны выложиться на полную. На нас лежит ответственность за судьбу элит-клуба. Если мы возьмем инициативу и хорошо выступим, то и других вдохновим на чтение стихов. А чем больше людей будет выступать, тем лучше у нас получится донести до них, насколько захватывающей может быть литература. Да! Ведь она раскрывает наши чувства. Это словно заглянуть глубоко внутрь себя. Открыть новые горизонты и повеселиться. Да, именно. Ведь как раз по этой причине мы и собрались в этом клубе. Разве не хотели бы вы поделиться этим с другими? Вдохновить их на поиски их же чувств, чтобы привели сюда вас? Я знаю, что да. Я знаю, что мы все хотели бы этого. И если все, что для этого требуется, это простоять перед комнатной аудиторией пару минут и прочесть стих, я не сомневаюсь, что у вас получится. Нацуки и Юри промолчали. Сайюри выглядела взволнованной. Похоже, у меня не остается выбора. Ну, я согласен. И я не думаю, что ты просишь слишком многого. Как по мне, Сайюри с Моникой очень стараются привлечь в клуб новых членов. Небольшое выступление меньшее, что мы можем для них сделать. Ну, может и так, но... Кажется, у Нацуки не осталось аргументов. Но... Хорошо, ладно. Наверное, мне просто надо пройти через это. Отлично. Ух. Спасибо, Нацуки. А ты, Юрик? Юрик удрученно обвела взглядом замерзшие в ожидании лица. Полагаю, у меня особо нет выбора. Ага, значит, соступаем все. Юрик, ты лучшая. Этот клуб когда-нибудь точно станет моей могилой. Боша, у тебя все отлично получится, Юрий. Итак, перейдем к главному. Я хочу, чтобы вы все выбрали по стихотворению. Мы будем тренироваться читать их друг перед другом. Ни за что. Моника, это слишком внезапно. Если ты не можешь прочесть стих перед друзьями, как ты собираешься читать его перед незнакомыми людьми? О, нет. Не волнуйся. Я буду первой, чтобы вы чувствовали себя комфортнее. Можно я буду следующий? Хе-хе, ну конечно. Так, посмотрим. Моника пролистала тетрадь до стиха, который приготовила для выступления. Затем она встала посреди класса. Стихотворение называется «Как мы летаем». Хм. Моника начала читать. Клад наполнился ее чистым уверенным голосом. Более того, ее интонация безупречна. Она знает, как точно передать эмоцию каждого читаемого предложения в ее словах ощущается жизнь. У нее уже большой опыт таких вступлений. Или это природный талант? Я поглядел вокруг себя. Все неотрывно смотрели на Монику. Сайюри выглядела зачарованный. У Юрика было напряженное выражение лица, которое я никак не мог понять. И, наконец, Моника закончила ощущение. Мы вчетвером зааплодировали. Зааплодировали там, да? Ну да, зааплодировали. Моника перевела дыхание и улыбнулась. Ты так здорово выступила, Моника. Большое спасибо. Я просто очень хотела подать хороший пример. Ты готова продолжить, Сайюри? Я пойду в следующую. Юрий вдруг загорелась. Юрий зажала в руках листок бумаги и поднялась. Опустив голову, она терапевтизатом прошла за кафедру. Стихотворение называется «Юри встревоженно на нас посмотрела». Ты сможешь? Ты сможешь, Юрик. А называется «Послеобраз багрового глаза». Голос Юри дрожит, когда начинает читать. Ну да, с таким названием нормальная. Ведь буквально только что она наотрез отказывалась это делать. С чего она вдруг решилась пересилить себя? Когда Юрик прошла первую пару строк, ее голос изменился. Это почти то же самое, как когда Юрий поглощают книги. Дрожащие слова превращаются в отточенные слоги энергичной изменения. Ее стихи забилуют внезапными сменами ритмы и рифмы, которые она великолепно подчеркивает интонацией. Мы наблюдаем проблеск бушующего пламени, что сидит скрытый от всех в голове Юрика. Внезапное стихотворение закончилось. Мы все остолбенели. Юрик вернулась в реальность. Она в недоумении огляделась вокруг, словно очнулась от наваждения. Я... Пришел мой черед спасать ситуацию. Я первым захлопал в ладоши. Все тут же поддержали меня, и мы выразили Юрику ее справедливо заслуженное признание. И дело вовсе не в том, что мне не хотелось хлопать. Просто она так застала нас врасплох, что мы совсем забыли об этом. Пока мы хлопали, Юрик прижал листок со стихом в груди и поспешно вернулась на свое место. Юри, это было великолепно. Спасибо, что принялась с нами. Итак, Юрик тоже отстрелялась. Ладно. Думаю, я следующий, говорит Сайюри. Сайюри спрыгнул со стула и бодро зажигала к кафедре. Стих называется «Мой лук». Ах. Ах-ха-ха. Прости, я тебе смешинка в рот попала. Хе-хе-хе. Сайюри. Это намного сложнее, чем я представляла. Как вы так просто справились, девчонки? Попытайся не думать о том, что ты читаешь кому-то. Представь, что ты читаешь сама себе перед зеркалом или про себя. Это же твое личное стихотворение, а так получится лучше всего. Я поняла. Ладно. Сайюри начала читать. Почему-то возникло к чувству, будто мягкий голос Сайюри специально был для этого создан. Стихотворение не отличается чрезмерной жизнерадостью, так свойственной самой Сайюри. Оно умиротворенное и немного грустное. Если бы я сам прочитал его, оно бы вряд ли меня впечатлило. Но когда я слышу голос Сайюри, то открываю для себя совершенно новый его смысл. Может быть, это и имело в виду Сайюри, когда говорила, что ей нравятся мои стихи. Я будто заглядываю вглубь, глубже внутрь человека, которого, как я думал, знал вдоль и поперек. Сайюри закончил, и мы все зааплодировали. Я сделала это. Хорошая работа, Сайюри. И даже Крок меня похвалил. Наверное, это хороший знак. Что это вообще значит? Вышло очень красиво, Сайюри. Атмосфера стихотворения тебе как раз подходит. Но может стать, что для других стихов такой способ подачи не подойдет. Да? Я не совсем понимаю. Другими словами, я видел некоторые твои стихи, где такой мягкий подход не сработает так же хорошо. Возможно, им понадобится больший напор. Это зависит от того, что ты читаешь. О, я понимаю, что ты хочешь сказать. Я практиковал такие вещи. Я просто пока стесняюсь перед всеми. Тогда в следующий раз я попрошу тебя выбрать стих, который бросит тебе более серьезный вызов. Не забывай. До фестиваля у нас осталось совсем мало времени. Хорошо. Так, кто следующий? Ну как кто? А, да, Нацуки же еще осталось. Нацуки и мы. Куда ты? Куда ты? Куда ты? Этикеточка от чайного пакетика. Вернись, пожалуйста, на место. Зачем ты летишь в кружку? Вот, вот, вот так вот. Спасибо. Вот здесь. Здесь находись. Нацуки? Не заставляйте меня выступать раньше, чем выступит Крок. С вами мне все равно не сравнится. Справа пусть лучше Крок снизит заданную вами планку, прежде чем пойду я. Жопашница ты, Нацуки. Нацуки. Все нормально. Мне нужно просто пройти через это. Правда, у меня не то, чтобы большое собрание стихов. Так что я засчитаю то, что подготовил на сегодня. Я поднялся и прошел за кафедру. А все впились в меня взглядами, отчего мне стало ужасно неловко. Меня зачитал стих. Поскольку уверенности в собственном стиле у меня не было, мне трудно было соблюдать какую-то правильную интонацию. Несмотря на это, закончив, я получил свою порцию аплодисментов. И извините, но до вас мне еще далеко, конечно. Пусть это тебя так сильно не тревожит. На мой взгляд, дело скорее не в своих способностях, а в отсутствии уверенности в стиле. Но со временем это пройдет. Ну да, может и так. Вот и славно. Осталась только ты, Нацуки. Да-да. Уже иду. Нацуки нехотя вставала со стула и проследовала за кафедром. Это стихотворение называется... Называется... Чего вы на меня так уставились, уроды? Ну ты ведь уступаешь. Ммм... Ну в общем, называется прыг-скок. Да, у Егора ли этого слезала, что ли? Или че, откуда? Нацуки сделала глубокий вдох. Как только она начала читать, ее недовольный образ немного смягчился. Она читала без особого энтузиазма, но в самом стихотворении чувствовались и рифма, и ритм. Это фирменный стиль письма Нацуки. И он, на удивление, хорошо работает, когда стих читают вслух. Слова будто скачут вверх-вниз, придавая стихотворению жизнь. Нацуки закончила, и мы все захлопали в ладоши. Она угрома плюхнулась на свой стул. Было не так страшно, правда ведь? Тебе легко говорить. Лучше не заставляй меня проходить через это снова. Хе-хе. Но теперь ты чувствуешь себя более уверенно, чтобы зачитать стихотворение перед большой аудиторией. Ну, я хочу сказать, что как раз перед незнакомыми людьми это будет куда проще. Перед другими людьми я могу носить любую маску. Но если речь идет о друзьях, мне становится неловко. Как неожиданно, Нацуки. Мне казалось, что со мной как раз наоборот. Что ж, я говорю так, как он есть. Так что, ну, в таком случае, насчет фестиваля тебе можно не беспокоиться. Подводя итог, я хочу поблагодарить всех за сегодняшнее достижение. Это может быть непросто, но я надеюсь, что теперь вы все понимаете, каково выступать перед публикой. Обязательно выберите стихотворение для фестиваля и поработайте над ощущением, хорошо? А я займусь буклетами. Так что сообщите мне заранее, с чем будете выступать. Ёлки, надо бы мне найти другой стих для такого мероприятия. Все нормально. Тебе не обязательно брать стих, собственно, сочинение. Я уже приятно удивлена, что ты вкладываешь столько сил в наш клуб. Я по-настоящему счастлива. Ах, да. Ах, ну да, никаких проблем. Ладно, ребята. Думаю, на сегодня мы можем закопуляться. Я знаю, что фестиваль вот-вот наступит, но давайте постараемся и на завтра тоже напишем стихи. Пока все получается так здорово, что хотелось бы продолжить. А что до мероприятия, завтра мы его спланируем, и у нас будут выходные, чтобы подготовиться. Понедельник будет грандиозным днем. А что не дождусь? Я смогу. Смогу. Ладно. Я встал. Я никогда не смогу проявить столько же энтузиазма, сколько есть у Сайори с Моникой. Но я хотя бы постараюсь выступить достойно. Если это ради клуба. Ради того, чтобы впечатлить Монику. Тогда я приложу все усилия. А, ты готова идти, Сайори? Ага. Посмотрите-ка на этих двоих, всегда домой ходят вместе. Это так мило, ты не находишь? Хи-и-и. Блин, девчонки, ну только не раздувайте из этого целое событие. Но все равно это, наверное, приятно. Ну, эээ, и как мне на это ответить? Все в порядке, Крок, тебе не нужно ничего говорить. Ладно, пойдем уже. Я снова иду домой с Сайори. Хоть прошло всего несколько дней, и много всего изменилось в моей жизни. Однако сегодня по дороге домой Сайори ведет себя гораздо тише, чем обычно. Слушай, Сайори. М? Извини, я задумалась. Хм, неудивительно. М-м. Я тут думал кое о чем. Мне нравится, что у нас... Ну, то есть... Сайори пыталась понабрать слова. В общем, представь, что однажды Нацуки попросит тебя пойти с ней домой вместе. А? Что ты ей ответишь? Что это за вопрос такой вообще? Ты меня сейчас поставила в тупик. Ну. Я пойду домой с Нацуки, я все равно выберу тебя, Сайори. Эээ, да, сложный выбор. На самом деле сложный выбор. Ну, мы решили же отыгрывать за Нацуки, да? Типа, к ней мы подкатываем. Давай, давай тогда. За Нацуки, так за Нацуки. Хотя хочется все поменять, да? И там нам сказали, типа, сохраняйся и делай другие выборы. Но нет. Мы будем идти так, как у нас есть. Не будем мы что-то там менять. Пройдем так, как получается. Идем с Нацуки. Идти домой с Нацуки? Хм. Почему от этой мысли у меня так заколотилось сердце? На самом деле, мне стало страшно от мысли, что она со мной сделает, если я посмею отказать. Разве она не милая и с ней не весело болтать? Какое отношение ты имеешь к делу, что... К тому, что я сейчас только что сказал. Ты меня осуществил вообще или нет? Ха-ха, ты это признал. Блин. Какой вообще смысл размышлять о том, чего никогда не произойдет? Ну, может, ты и прав. Но мне нравится думать об этом. Уж довольно скоро я буду тебе не нужна, понимаешь? В смысле? Сайори. Я серьезно не могу понять, о чем ты сейчас думаешь. Дурак, потому что. Прости. Все люди разные. И никто из девушек в клубе не сможет тебя заменить. Ммм, как скажешь. Разговор оборвался и мне стало весьма неловко. Но тут она сама виновата. Застал меня врасплох своими странными вопросами. А я просто не способен ей солгать. Однако, если что-то делает ее счастливой, я бы не позволил себе лишить ее этого. Поэтому я ей сказал, что смысла рассуждать об этом нет. Опять же, до фестиваля еще несколько дней. Кто знает, что произойдет за это время. Ну да, нам еще миллион стихов писать. Застал я сейчас буду выбирать самые бессмысленные, которые мне вообще не нравятся. Прям слова, которые не это самое. Интеллектуальный волос, блаженство, кавайный, роза, помада, блестящий, жмяк, шрамы. Бесконечный. Кавайный. Музыка, хихика, дезинитация, пуф, сломанный, бойня, лето, расхождение, зефир, емейл. Емейл. Одиночество, презирать, счастье, энергичный, портреты, скупления, тьма, пижама, вечность, живописная, тьма. Вертеть, приобретение. Ну, вертеть, сразу выигрывать, короче. Философия, инферно, мечта, жизненность, поцелуй, мучительные конфеты, солнечный, безнадежный закат. Мучительный. Электричество, носки, водопад, радуга, страх, пышущие, пышущие. Шепот, шоколад, пейзаж, аура, печаль, улыбка, резвая, юбка, время прыгать. Ну, прям даже и не знаю, какое тут слово сказать. Ну, путь бы, это аура. Чистые классики, небосвод, настойчивые, сокровища, красотопение, вечеринка, неудача, гнев. Вечеринка. Наушники, взрываться, милый, купальник, анализ, неспособный, сердцебиение, кульминация, уют, тук-тук, тук-тук. Ощущение, предосуждение, сахар, липкий, молитва, теплота, цветок, свадьба, блеск, рысь, молитва. Облака, воспоминания, экстремальный розовый, фейерверк, трагедия, праздник, смятение, ажиотаж, обаяние. Розовый. Кладбище, путешествия, громкие губки, неустойчивая мелодия, скудные, несовместимые, капли океан. Губки. Молоко, друзья, веселье, свист, потрясающая энтропия, мирный, отвлекаться, желание, ужас, ужас. Воображение, слезы, послеобраз, вот мне сразу не нравится это слово вообще какое-то. Прощение, покупки, дорогой, радость, счастливый, беспокойство, кровать, свет, кролик, семья. Кролик? Клубника, игры, непогрешимый, валентинка, боль, месть, непостоянные, объятия, удивительные поражения. Валентинка. Неконтролируемый, вселенная, одеяла, мышь, бантик, мышь. Парфе. Аниме, горе, жаждать, стыд, вопрос, щенок, любовь, сердце, светлящики, соскакать. Жаждать? Песочность и меланхолия, мир, обиды, сверхъестественные, особый танец, нагноение, нагноение. Много за Юрика выпало, да? Ой, ну надо же. Я снова пришла последний. Не парься, я сам только что зашел. Ты снова практически в игре не на пианино, да? Практиковалась в игре на пианино. Практически в игре на пианино, да. Практически впианилились в эту игру. Да? А че пот-то потек у тебя, че пот-то у тебя потек? Врешь ты все, товарищ президент лид-клуба. Ты полна решимости. Открыла новый клуб, стала учиться игре на пианино. Хм, я бы не назвала решимостью, скорее страстью. Не забывайте, что... Не будь здесь вас, не было бы никакого клуба. И я просто вне себя от счастья, что вы все согласились помочь мне с выступлением на фестивале. Ага. А, скорее бы он наступил. Все будет просто супер. А? Разве только вчера это не было поводом твоего негодования? Ну, да. Я не имею в виду наше участие в фестиваль, конечно. Я говорю одни, когда можно ничего не делать, играть и есть кушать всяких вкусностей. Хм, почему вы... Почему-то ты сейчас очень похожа на Сайори. Моника, они ведь обычно говорят, готовят жареных кальмаров, да? Кальмаров? У тебя довольно специфическая причина ждать фестиваль. Ой, да ладно. Хочешь сказать, что тебе не нравятся кальмары? Вот именно от тебя этого никак не ожидала. А? Я не говорил, что они мне не нравятся. Кроме того, что значит именно от тебя? А то и значит, они у тебя в имени. Моника. Ээээ. В моем имени нет ничего подобного. И вообще, эта шутка теряется при переводе. Да, реально, эта шутка теряется при переводе. Я не знаю, что такое Моника. Но, видимо, эта шутка действительно теряется при переводе. А, неважно. Давайте сосредоточимся на подготовке к мероприятию. Хорошо. Да, вот эти классные вступления. Мол, сохранись там, загрузись. Перевод. Вот это хорошо сделано. Это бы чуть-чуточку почаще. Совсем буквально чуть-чуточку там. Раз в 30 минут, чтобы такая штука проходила, было бы прям шикардосина. Хе-хе-хе. Ладно, ладно. Твоя реакция все равно не такая забавная, как у Юрии или Сайори. Прошу прощения. А где, собственно, Сайори? О, вот и где. Сайори сидел за партнерной комнатой, уставившись в пустоту. Я подошел к ней. Привет, Сайори. Я помахал руку у нее перед лицом. Э-э-э. Ты снова витаешь в облаках. А-а-а. Хе-э, прости. Не обращай на меня внимания. Иди поговори с остальными. Хм. У тебя все хорошо? Ну, разумеется. А что, может быть, не так? Просто ты ведешь себя немного странно. Извини, если навоображал, конечно. Боже, ты слишком много мне беспокоишься. Я в порядке, видишь? Хе-хе. Сайори широко мне улыбнулась. Но ты врешь, конечно, ты врешь. Все не так. Не позволяй мне отвлекать тебя и отвлекайся с остальными. Ну, ладно. Как скажешь. Я взволнованно поглядел на Сайори, прежде чем развернуться и пойти к остальным. Однако их разговор уже завершился и все вернулись к своим делам. Может, стоит спросить Монику о нездоровом поведении Сайори. Раз они готовились к фестиваль, наверняка провели немало времени вместе. Я неуверенно подошел к Монике. Она как раз разбирала на столе какие-то бумаги. Крок, как дела? Слушай, это может прозвучать немного странно, но... Не замечала ли ты в последнее время в поведении Сайори что-нибудь необычное? Что-нибудь необычное? В каком смысле? Ну, может, я, конечно, выдумываю, но мне она сегодня кажется немного мрачной. О, вот как? Ну, не могу сказать, что замечала за нечто-нибудь подобное, конечно. Монику кратко посмотрела в угол комнаты, где Сайори отрешенно водила ластиком вверх в низ по парте. Может, ее что-то беспокоит? Для меня более странно то, что это не я тебя спрашиваю о ее состоянии, Крок. Ты ведь знаешь ее куда лучше меня? Да, но она практически никогда себя так неяла. Она всегда делится со мной тем, что ее беспокоит. Но когда я ее сейчас об этом спросил, она, по сути, дала мне отворот по ворот. Извини, я понимаю, что не твоя проблема, конечно. Я просто хотел узнать, вдруг тебе что-нибудь известно. Ну, ладно, зови. Нет, постой. Для меня это не менее важно. Ведь я тоже ее друг, и я заботюсь о благополучии членов своего клуба. Давай я попытаюсь сама с ней поговорить. А? А ты уверен насчет этого? Кажется, она хочет побыть в одиночестве. Так ли это? Так ли это? Напомнила шикарную. Рубрику одного канала. Да, и в переводе на русский без мата она так и звучит. Так ли это? Может, ей просто трудно быть откровенной с объектом своего интереса? Объектом интереса? Что ты под этим имеешь в виду? Ну, я говорю о том, что она может думать о тебе, Крок. А по мне? Как ты вообще пришла к такому заключению? Ну, возможно, я скажу лишнее, но ты знаешь, что у Сайори все разговоры только тебе? Ага. Она стала заметно счастливее с тех пор, как ты пришел к нам. Словно яркое пламя вспыхнуло у нее внутри. Внутри. Что? Да быть не может. Сайори всегда была такой какой-то... Она постоянно изучала солнечный свет. Ну, она всегда была такой такой, как тогда, как сейчас. Ну, ты, короче, знаешь сама, да? Крок, ты такой забавный. Ты никогда не задумывался, что она такая веселая, только когда рядом с ней ты. Чего? Ах, ну, вот тут я обычно, конечно, чуть-чуть лишнего сболтнула. Извини, с другой стороны, откуда мне знать? Я не должна делать поспешных выводов, так что просто забудь все, что я сказала. Я попытаюсь поговорить с ней, так что не ломай пока сильно над этим голову. Ага. Хорошо. Моника многозначительно улыбнулась. Знаю, она просила не думать об этом, но я уже понимаю, что мне никак не выкинуть ее слова из головы. Моника встала и пошла через комнату туда, где сидела Сайори. Слушай-ка, может быть, и сменить выбор реально в сторону Сайори вместо Нацуки? Ну да, если будет возможность, изменим выбор, да? В сторону Сайори. Да? Да? Нет? Да? Нет? Я не знаю, как вы отреагируете. Но это все уже будет все равно в этой серии, поэтому... Как бы вы ни отреагировали, будет уже поздно. Она присела рядом с ней и мягко начала что-то говорить. Но говорила она так тихо, что со своего места мне было не услышать, что именно. Я вдохнул и тяжело сел за парку. Хоть Сайори сказала не волноваться о ней и веселиться с остальными, для меня это невозможно пока носить там мрачнее тучи. Насколько же сильно она мне дорога, если меня это настолько угнетает. И теперь у меня ощущение, будто это я веду себя странно. Но мне ничего не остается делать, кроме как ждать Монику. Эй. Эээ. Я поднял голову, рядом стояла Нацуки. Ты так и собираешься сидеть, тупо устаившись в стену? У нас не такие длительные собрания, так что... А, ладно, да, извини. Ну, я не хотел заставлять тебя волноваться, конечно. Эм, с чего бы мне за тебя волноваться? Я просто... Нацуки бросила взгляд в сторону. В ее руке... В ее руке был Томик Манаги. Эм, ну просто как бы... Я тут кое над чем голову ломаю, но мы... Можем начать, да. Я не заставлю тебя ждать еще дольше. Боже. Прекрасно, теперь я чувствую себя гадиной. Если тебя что-то тревожит, просто скажи мне, оставь тебя в покое, и я так и сделаю. То есть, ну... Если ты не захочешь об этом поговорить, или вроде того что-нибудь. Короче... Последнюю часть она почти прошеплала про себя. Да нет, я... Я, скорее всего, как бы... Просто раздуваясь мухи слона. Просто думал о Сайоре, вот и все. А, Сайоре? Ты думал о ней? Да, она сегодня выглядит какой-то понурой. Понурой. Но мне в этом признаваться не хочется совершенно. Поэтому я и не могу перестать думать о том, что у нее случилось. Эм... Но Цуки вздохнула. Так, во-первых, поработай над тем, как излагаешь свои мысли. А во-вторых, ты ведь ее лучший друг, верно? Ну да. Ну, правильно. Тогда ты должен больше и доверять. Если бы она нуждалась в тебе... Ты... Станешь первым, кому она обратится. Разве не так? Ну... Пожалуй, что так, да? Я хочу сказать, что... Я хочу сказать, что у каждого человека бывают хмурые дни. Ты никуда от них денешься. Скорее всего, она просто не хочет, чтобы ты за нее волновался. Потому что ничего серьезного ей не случилось, в общем-то. Да мне, как бы, она примерно... То же самое, в общем-то, и сказала. Может, я не прав, что не слушаю ее. Вы, кажется, девчонки сговорились, отвечать одно и то же. Вот именно. Если она захочет, чтобы ты за нее поволновался, это будет очевидно. Ну, окей. Мне стоило с самого начала об этом подумать. Нацуки потерпела книгу у себя в руках. Она... Она много для тебя значит, да? Ага. Ты только не пойми неправильно. Мы просто дружим с детства. Это же нормально волноваться за своих друзей. Ты, например, тоже за меня волнуешься, так что... Ничего подобного. Блин, если ты отклимался, давай уже начинать. Да, 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 да. Я вытащил первый томик ванильных девочек из своего портфеля. Нацуки берет его из моих рук, потом быстро переворачивает и осматривает. Вероятно, в поисках помятостей. Эй, я не такой раздолбай. Я давно уже увлекаюсь мангой, знаешь ли. Я лишь хотел убедиться. Ты же не думаешь, что я параноик. Просто я не каждый день даю кому-то свою мангу. Ну, и то верно, да. Я тебя не виню. Как бы то ни было, этот томик отправляется назад на полку. А тебе я дам следующий, хорошо? Нацуки отправлюсь к кладовке. Я пошел следом. Так, ты расскажешь, как тебе... Как тебе? Понравилось вообще? На чем закончился этот том? Я забыла. Глава закончилась, когда Минори и Алиса нашли... Моника! Голос Нацуки из кладовки эхом пронесся по комнате. Эээ, чё? Я заглянул внутрь. Все книги Нацуки выстроились шеренгой на верхней полке. Ты снова переставила мою книгу, мангу. А, прости, прости. Учитель рассеялся на меня, что мы заняли столько места в кладовке. Поэтому мне пришлось немного все переставить и прибраться. Все там. Просто немного иначе расставило книги. Уф! Верхняя полка намного выше головы Нацуки. Она подпрыгивала, безуспешно пытаясь дотянуться до своей манги. Блин! Это так неудобно. Я переставлю ее обратно. На этих полках столько свободного места. И вообще... Они так красиво смотрятся, когда вот так стоят в ряд. Зачем прятать такую красоту на верхнюю полку? Эээ, Нацуки. Там у стены стоит скамеечка. В кладовке действительно есть небольшая скамейка. Складная для ног. Складная скамейка для ног. А скамейки для рук у вас случайно нет? Если хочешь, давай я туда залезу и все тебе передам. Я и сама могу это сделать. Нацуки взяла и разложила скамеечку. Ты думаешь, чесночка маленькая или типа того? Ну, я имел в виду, как бы... Так и знала. Знаешь что? Смотри и учись. Нацуки запрыгнула на скамеечку, которая в меру особенностей и конструкции тут же начала ходить халдуном. Ай! Осторожно! Я знаю, что делаю. Даже стоя на скамейке, Нацуки дотягивалась до верхней полки лишь кончиками пальцев. Я бы с этой скамейки достал книги с легкостью, но Нацуки, как обычно, упрямилась. Ух! Пальцы Нацуки нащупали одну из небольших коробок на самом краю полки. Видишь? Ай! Коробка внезапно опырокинулась. Нацуки в последний момент поймала ее. Скамеечка закачалась. Уааа! Потеряв равновесие, Нацуки спрыгнула со скамейки. К счастью, она смогла удержаться на ногах. С победоносным видом она показала мне коробку. Вот так! Впрочем, чудом избежав неминуемого падения, Нацуки слегка дрожала. Ну ты даешь. Вовсе не обязательно кому-то что-то доказывать. Мне зачем так надрываться и таскать такие огромные коробки. Я мог бы снять их, так что... Я сказала, что справлюсь сама. Отстань. Я не хочу, чтобы ты мне помогал. Понял? Эээ... Я возьму стул. Так что просто подожди. Отпихнув меня, Нацуки прошла в кладовую. Ну-ка. Стулья и парты класса представляют собой единое целое. Так что в кладовую такой едва ли возможно протащить. Ага. Нацуки направилась к столу учителя, рядом с которым стоял обычный компьютерный стул. Она покатила его по глотовке. Эээ... Это несколько опасно, так как стул наклоняется и вращается. Но я освоил урок, поэтому решил промолчать. Ух. Нацуки залезла на стул, а затем, балансируя, выпрямила ноги. Поскольку она отказалась от моей помощи, я сел у стены рядом с дверью и стал наблюдать. Ага. Вот так. Видишь? Я и сама справилась. Нацуки взяла стопку манги и наклонилась, чтобы переложить ее на нижнюю полку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Стул повернулся. Нацуки хватилась за полку. Что ты делаешь? Не мог бы ты подержать стул, а не просто сидеть и ничего не делать. А кто недавно говорил, что не нужна эта моя помощь, а? Да-да, сейчас. Я стал держать стул, а Нацуки снова попыталась додянуться до коробок. Я могу. Я почти могу заглянуть ей под юбку. Хе. Я заставил себя отвернуться. Нацуки действительно не подумала об этом. Как только до нее дойдет, я покойник. Фух. Нацуки взяла коробку с полным изданием ванильных девочек, бесспорно самую большую коробку на полке. Ух, тяжелая. Эй, Крок. Боюсь, я упаду, если наклонюсь. Возьми поскорее у меня эту коробку. Эээ. Но тогда мне придется отпустить стул. Ничего страшного. Это же только на секунду. Давай скорее. Ну ладно, как бы окей. Не только встану. Я медленно отпустил спинку стула. Что значит встану? Нацуки посмотрела на меня сверху вниз. Куда ты пошел? Э. Нацуки выглядела так, будто что-то поняла, но боялась потерять равновесие, если хоть немного сдвинется с места. Нацуки, коробка. На что ты уставился? Ты что, пялился на мои? Мои? Ноги Нацуки задрожали. Не, 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 я просто, я... Нацуки, только не двигайся. Просто дай мне коробку. Ты... ты извращенец. Ты подставил меня. Пошел вон. Убирайся. Но... Я все сделаю сама. А-а-а-а. Неожиданно стул под столами Нацуки повернулся. Нацуки! А-а-а-а. Через секунду вокруг воцарился хаос. Стул вылетел из-под ног Нацуки. Я отчаянно пытался ее поймать. Она выпустила коробку из рук, и ее содержимое разлетелось в разные стороны. Поймал! Шарах. Шарах. Под весом Нацуки я упал на пол. Целый ворох книг посыпался мне на лицо. Нацуки попыталась закрыться руками, в то время как ее лицо приземлось точно мне на грудь. Ух. Основной удар пришелся на мою правую руку и спин. Ух. Нацуки медленно пришла в себя. На! Она отверлась о меня руками, чтобы подняться. Э-э... Наконец-то до Нацуки дошло, что под ней вовсе не пол. Оу! Гадость! Нахал! Я получил кулаком в грудь. Затем Нацуки поднялась на ноги. О чем-то только думал. Наглец. Псих. Ненормальный. С вами все в порядке. Я слышал громкий шум. И неожиданно в кладовку заглянула Моника. Моника! Смотри, что получилось из-за этого, из того, что ты убрала мангу на вершиную полку. Ты так хотела убить своих товарищей по клубу или что? Ёлки-маталки! П-п-прости. Прости. Хм. Да и еще... Еще кое-что. Кажется, наш новенький конченый извращенец. Поэтому ты должна быть рада. Я вовсе не... Так или иначе я не могу объяснить ту странную ситуацию. Монике. Я ничего такого не делал, клянусь. Я знаю, знаю, не переживай. Тихо сказала мне Моника. Кажется, пронесло. О нет! О боже, боже! А? Я посмотрел вниз. Нацуки стояла на коленях и держала одну из разбросанных по полу книг. Одна из страниц помялась, и Нацуки отчаянно пыталась ее расправить. Наверное, при падении книга была открыта на этой странице. Нацуки и так и эдак пробовала ее разгладить, но у нее ничего не получилось. Слушай, а баба-то шизанутая. Внезапно она бросила это занятие, захлопнула книгу и свернула ее на пол. Перестав кричать, она понуро опустила голову. Шмыг! Нацуки, ты же не... Нет! Ее голос срывался. По ее лицу текли слезы. Ох. Я помогу тебе разгладить складки, ладно? В этом есть и моя вина, так что... Все еще, глядя под ноги, Нацуки качает головой. Вот к чему приводит желание доказать всем что-то. И нежелание сотрудничать. Даже тогда, как это заведомо известно, к чему может привести результат. Какой может быть результат? Нет. Дело даже не в этом. Просто у меня сегодня и самый лучший день. Нацуки снова завелась слезами. Я вовсе не хотела срывать зло на тебе, конечно. Я действительно не хотела. Все, все в порядке, все в порядке. Ты не хочешь ничего еще мне сказать? Нацуки покачала головой. Ну просто, каждый день так тяжело. Я всего лишь хочу прийти в клуб и... Нацуки снова замолчала. Я не мог давить на нее, поэтому мне осталось лишь делать то, что в моих силах. Ладно. Я помогу тебе тут прибраться. И переставлю всю твою мангу. О! Я понял второй томик в моеме девочек. А это мы отложим в сторону. Это поможет немного поднять тебе настроение, да? Мы можем его начать после того, как я тут закончу с уборкой. Нацуки посмотрела на меня и влажными от слез глазами. Ее губы дрожали. Ты... Ты действительно так добр ко мне? А? Вот так Нацуки это звучит странно. Такого я от нее не ожидал. Ну... Ты же мой друг, понимаешь? Нацуки опустила голову и снова всклипнула. Не знаю, что с ней сегодня произошло, но единственное, что я могу для нее сделать, оказать поддержку. Следующие пару минут стояла полная тишина, а я собирался полуразбросанные книги. Я убедился, что сложил их в коробку в правильном порядке. Спустя некоторое время Нацуки начала мне помогать. Вскоре после этого мы закончили, и я поставил коробку на полку, которую указала мне Нацуки. После этого я встал на скамейку и быстро переставил все ее... все ее оставшиеся с книги... оставшиеся книги с верхней полки. Готово. Вот как-то так. Я спрыгнул со скамейки, Нацуки отвела взгляд... Спасибо. Хм? Да нету что. Нацуки держала в руках томик, который я отложил раньше. Отлично, я готов. Хорошо. Даже если бы ты не был готов, я бы все равно тебя заставила. Ты должен держать свое слово. Я о том, что ты обещал поднять мое настроение. Ну, раз ты настаиваешь... Мы уселись там же, где и в прошлый раз, и я открыл второй томик. Настояние Нацуки быстро улучшилось, она со смехом показывала забавные сцены в манге. Она была на удивление внимательна и замечала множество неочевидных шуток и фоновых элементов. В итоге впечатлился тем, как в этой манге все органично переплеталось. Думаю, Нацуки хороший вкус. Спустя некоторое время наше внимание, как всегда, привезла Моника, предложившая почитать друг другу стихи. Наградо оставлю пока этот томик у себя. Ага. В этот раз даже ты преисполнен энтузиазма. Ну, знаешь, я понемногу начал распробовать. Хе-хе. Я же говорила. Да-да. Я вернулся на свое место и убрал книжки в портфель. Стихи опять, да? Нет, давай. Стихи мы в следующей серии прочтем. И так довольно много всего для этого выпуска было много. И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Ставьте пальцы, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, включайте об увещении. И до новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok